В прямой эфир журналиста Александра Минкина и поговорим с ним о том, что происходило, в том числе на прошлой неделе и происходит сейчас. Да, здравствуйте. Здрасте, здрасте. Давайте начнем с приговора Ивана Сафронова. 22 года колонии строгого режима. Такой срок не дают даже за убийство. Вот чем, на ваш взгляд, продиктован такой жестокий приговор суда? Как это можно объяснить? Даже серийные убийцы, по-моему, получают меньше. Жестокий приговор, да. Но я почему-то думаю, что он его не досидит. Что он выйдет значительно раньше. Ну, как только режим падет, так он и выйдет примерно. Я думаю, вот прям день в день. Ну, на следующий день. Жестокость этого приговора, и не я один так думаю, это угроза, это запугивание. Вот я сейчас с вами говорю, а вот несколько часов назад 22 года ни за что. И как вот Ройсман говорил, и я у вас говорил в эфире, ужасно не хочется в тюрьму. Ну, что поделаешь. Значит, в любую секунду я постоянно годами вспоминаю пьесу, гениальную пьесу Пушкина Бориса Годунова. И там есть потрясающее место. Каждый может перечитать, у кого или в компьютере, или на полке Пушкин есть. Уверены ли мы в бедной жизни нашей? Нас каждый день опало ожидает. Тюрьма, клобук, что-то петля или кандалы. А там в тюрьме удавят. Значит, это говорит не народ, это говорит не диссидент, это говорит боярин Шуйский. Ну, один из самых верхних бояр. Вот, вхожий к Годунову в любой момент. Уверены ли мы в бедной жизни нашей? Нас каждый день опало ожидает. И он еще говорит, что польза в том, что на колу кровавом всенародно, мы не поем каноны Иисусу, как при Иване Грозном. Потому что при Борисе могут просто задушить в камере. И, кстати, как ни странно, я сегодня говорил с Цыгановым, замечательный актер Евгений Цыганов. Он в театре Фоменко летом поставил, закончил постановку Бориса Годунова. В конце июля была премьера. И вот уже этот спектакль запрещен. И если вспомнить, как я вот помню, как в 1984 году, Орвиловский год, запретили Бориса Годунова любимому на Таганке. Из-за чего он остался за границей, ну и так далее, и так далее. Но совершенно было понятно, что не могут власти разрешить Бориса Годунова. Это самая вредная пьеса, какая только может быть. Знаете, когда её Пушкин написал в 1825 году, он тогда ещё был в ссылке, но когда его царь освободил и дал ему свободу и всё такое, тем не менее Годунова печатать не разрешил. Читать Годунова друзьям было категорически запрещено с угрозой, что он опять вернётся в места не столь или столь отдалённые. И только в 30-м или в 31-м году, когда Пушкин попросил, вот мне надо жениться, денег нет, царь разрешил напечатать Годунова. Но на сцену Годунова никто не выпустил. На сцену Годунов попал первый раз через несколько лет после освобождения крестьян. То есть крестьян оказалось легче освободить, чем эту пьесу разрешить. Она жутко политическая, и она написана не то, что вчера, она прямо сегодня написана. И в 84-м году, сейчас я заканчиваю этот экскурс, Любимов репетирует Бориса Годунова на Таганке. В этот момент умирает Брежнев, и к власти приходит Андропов. А в Годунове прямо в самом начале два боярина разговаривают. Какая честь для нас, для всей Руси, вчерашний раб, татарин, «Зять Малюты, зять Палача и сам в душе Палач возьмёт венец и Барма Мономаха». Вот это вот «и сам в душе Палач возьмёт венец и Барма Мономаха», а к власти пришёл Андропов, у которого за спиной было всякое, в том числе Будапешт. Кровавый совершенно Будапешт. Ну, запретили. Вот сейчас запретили в Театре Фоменко у Цыганова спектакль. Сейчас много спектаклей запретили сразу. И вот только я не знаю, был ли «Церкуляр», была ли в театре, значит, Театр Фоменко, в Театр имени Пушкина, в Театр школы современной пьесы направлена бумага, где написано «Запрещаем играть такой-то спектакль», как вот Людовик XIV и Мольеру. Или это по телефону был звонок? Если это всего лишь звонок по телефону, почему они подчинились? Звонок по телефону. Если бы я был директор театра, и мне звонит какой-то чиновник и говорит «Снимите с репертуара спектакль «Все тут» Дмитрия Крымова». И я говорю «А почему?» Вот я вам приказываю. А приказываете? Спасибо. Пришлите мне, пожалуйста, бумагу с подписью и печатью. Потому что вот вы сейчас это сказали, а потом вы передумаете. А на что я буду опираться-то? Я директор театра. Мне надо артистам сказать «Вот циркуляр». А иначе они что про меня подумают? Ну театры, по-моему, никакого циркуляра не получили. Утверждать не могу, но так думаю. Потому что чиновники не любят такие следы оставлять. Очень не любят. Потому что следы потом всплывают, портят биографию. А если это были звонки телефонные, то почему они все одинаково рабски и в ту же секунду подчинились? А были ли звонки? Или это все-таки самоцензура? Вот как раз Константин Хабенский заявил, что мы отменяем ряд спектаклей, чтобы не оскорблять чувства участников, как говорят в России, Кремле. Так будет точнее. Я не знаю, почему он отменял. Я про Хабенского ничего не знаю. Я знаю, что отменены спектакли. Ну, простите, гениальные. Вот последний год-полтора у Крымова получались совершенно невероятные спектакли. Он просто взлетел, как ракета. Это «Дон Жуан» – генеральная репетиция «Моцарт» в театре Фоменко. Это «Костик» по пьесе Чехова-Чайка «Костик» в театре Пушкина. И спектакль «Все тут» в театре «Школа современной пьесы». Они абсолютно не политические. Ну, правда же. «Все тут» – это воспоминания. Крымова про своего папу Эфроса и про свою маму Крымову. Я написал об этом спектакле здоровенный текст. К моей большой радости его напечатали в «Независимой газете». Напечатали «Разворот». Это просто счастье. Знаете, не полстраницы, не страницы, а разворот. Я был уверен, что мне скажут «Сократите вдвое, втрое». Они взяли и полностью напечатали. Крымов обалдел. Он мне написал. «Как?» «Про меня?» «Статья такая». Я говорю, а что такого-то? Спектакль-то шикарный. И вот, пожалуйста. И вот, пожалуйста. Там ни слова про политику. Просто ни одного слова. Там про человеческую жизнь. Там про свадьбы. Там про похороны. Там просто вот все чище не бывает. А как это можно объяснить, на ваш взгляд? Вот почему театр сейчас находится в такой опале? Чёрт его знает. Вообще, это очень странно. Потому что до театра вообще руки должны доходить в последнюю очередь. Потому что это не массовое искусство. Вот кино массовое. Телевизор тем более. Вот там, значит, когда чего-то закрывают, прижимают, завинчивают. Ну, это понятно. Потому что в телевизор смотрят миллионы. И это существенно. А в театре, на спектакле все тут. Я не знаю. Может, там 180, может, 200 мест. Вы вообразите себе. Это ничтожное число. Даже если он идёт раз в неделю, то ну и что? Вот даже если он пройдёт 50 раз в год. 200 на 50 – это сколько? 10 тысяч? 10 тысяч – это ничего. Да ещё дискретно. Не толпа. Значит, запрещать газеты. Сегодня, кстати, судебное решение. Поздравляю. Новая газета. Газета, в которой я работаю. Работаю, даже не могу сказать. Ну, работаю, наверное. Потому что я обозреватель новой газеты. Но она же была приостановлена. Муратов. В апреле или в мае. Сейчас не могу твёрдо сказать. Главный редактор новой газеты, Дмитрий Муратов, получив предупреждение Госкомнадзора, заявил, что он приостанавливает выход новой газеты до окончания военной операции. Просто приостанавливает. Таким образом, газета выходить перестала. Но она не была запрещена. Это был гениальный ход, на мой взгляд. Потому что же ещё одно предупреждение – запрет. А таким же мы остановились. Мы остановились. Мы никуда не идём. Мы стоим. И вот сегодня суд лишил новую газету лицензии. Молчащую газету закрывать. Это как же они нас боятся? Ну, честное слово. А чем это объяснить? Кроме страха. Мы даже молча их пугаем. Даже наше молчание считается преступным. Ну, что же это такое? Ну, вот. И тут надо за каждым словом следить. Я должен каждую секунду себя останавливать и говорить по моему мнению. Как мне кажется. Потому что если я буду добавлять по моему мнению, это будет мнение. Оно не подсудно. А если я этого не скажу, это будет утверждение. А утверждение уже подсудно. Это же нужно. Кстати, про новую газету. Ведь новую газету закрыли после похорон Михаила Горбачёва, который стоял у истоков новой газеты. Вот как вы считаете, это совпадение? Или, как говорит... Это процесс. Это процесс. Я думаю, что чиновники, каждый везде на своём месте, они должны каждый день чего-то такое делать. Они должны отличаться. Они должны демонстрировать рвение, усердие. Ну, это же известно всё. Даже совестно повторять. Маховик... Ну, слово «репрессии» я не буду говорить. Ну, вот маховик. Просто без слова «репрессии». Маховик, когда раскручивается, его потом не надо... Он уже сам крутится. По инерции. У него колоссальная инерция. И вот каждый чиновник с утра думает, что же я такое должен сделать, чтобы там наверху мой начальник... У каждого чиновника же есть начальник. Ну, кроме одного. А у всех остальных есть начальник. Так вот, чтобы мой начальник увидел, что я в тренде, как теперь говорят. Я в струе. Я вот эту вот линию партии... Как она называется? Генеральная? Ну, да, наверное. Генеральную линию партии понимаю, соблюдаю, поддерживаю и даже иду вперед. У этого... У Пухового Кобылина гениальная пьеса, жуткая. Вот ее ставить нельзя точно. «Смерть Тарелкина». Даже читать не советую, потому что она насквозь негодяйская. Там, значит, про Тарелкина говорится. Что, когда объявили прогресс, Тарелкин шел впереди прогресса. Когда объявили гуманность, он перестал есть гусей, там и поросят, как крупных, и перешел... Нет, перестал есть цыплят, как меньших братьев, и перешел на гусей, как более... Ну, в общем, это такая издевательская вещь. Там в центре частный пристав Антёх Илпидифорович Ох и Расплюев. Потому что у этой пьесы есть еще подзаголовок «Веселые расплюевские дни». Они начинают арестовывать всех подряд. Арестовывать всех подряд и всем вешать политическое обвинение. Всех они считают оборотнями. Прямо так вот в пьесе написано. Оборотни. По всей России. Все. 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 Все люди. И всех надо брать, тащить в участок, допрашивать, кандалы, воды не давать, селедкой кормить. А как вы считаете, Алле Пугачевой сейчас делает предупреждение? Вот заявление Дмитрия Пескова о том, что муж-то ваш не очень хорошие слова о России говорит. То, что он сказал о Галкине. Это предупреждение для Аллы Борисовны? Ну, Алла Борисовна, мне кажется, не робкого десятка. Но когда-то, в 30-е годы прошлого века, да и в 40-е, да и в 50-е, жены отрекались. А та, которая не отрекалась, попадала в Чсир. Вот это член семьи изменника Родины. И был лагерь специальный для жен изменников Родины. Алжир назывался. Алжир. Жены изменников Родины. нет, я не думаю, что Пугачевой что-то реально грозит. А надавить могут, конечно. Могут. Я не знаю ее положение, я не знаю ее ситуации. Дети, опять же, маленькие, она их привезла сейчас в Россию. Я это читал. Наверное, так оно и есть. Вот. И дети это серьезный, это очень серьезный, как вам сказать, аргумент. Аргумент. Знаете, говорили в 19 веке да и в 20-м революционер не должен жениться. Потому что семья и дети это очень мощный аргумент. Тебе, ты сам-то храбрый, предположим, но когда тебе говорят, знаете, мы знаем, в какую школу ходят ваши дети, по какой улице. Ну, тут все. Тут храбрость заканчивается. Я вам напомню историю из совсем недавнего прошлого. Был такой лидер, как говорили, вместо организованной преступности было, очень смешно говорить, организованная спортивность. Вот. Лидер организованной спортивности был Атарий Кванторишвили. Знаменитый Атарий Кванторишвили. У него был офис на улице Горького на 20-м этаже в гостинице, как она называлась, Интурист. Зачем? Вот. И он стал выступать по телевизору, по-моему, по московскому каналу, и учил с экрана телевизора, как надо жить, как надо благородство, вот как важна честность. А главой РУБОПа, РУБОП, это управление по борьбе с организованной преступностью. Главой РУБОПа был Рушайло, который потом стал министром внутренних дел. И офис этого РУБОПа, Рушайловского, был на Шаболовке. И была такая поговорка «Круче солнцевских, только шаболовские». А солнцевские это была преступная группировка, а шаболовские это вот была РУБОПа. «Круче солнцевских, только шаболовские». И вот где-то этот РУБОП наступил на хвост или на какое-то еще место от Арики Квантаришвили. И он по телевизору, прямо по телевизору сказал, вот Рушайла, как-то он себя вот так ведет, а дочка его ходит вот в такую-то школу. И не прошло нескольких дней, как Атари Квантаришвили, выходя из бани, получил пулю в лоб от снайпера. Кто застрелил? Неизвестно. Но застрелил после того, как Атари Квантаришвили по телевизору сказал, что он знает, в какую школу, по какой улице ходит дочка Рушайла. Это я к тому, что дети это очень серьезный якорь или цепь. И за эту цепь тебя можно посадить куда угодно. Ну, если ты нормальный человек. Ала Борисовна вернулась в Россию, что она не осталась за рубежом? Откуда я знаю? Я вот не уехал, она вернулась. Ну, хорошо. Я считаю, правильно. Я был бы рад, если бы все разом вернулись. посмотрите, вот сколько уехало, по-вашему? Там же считаются уже чуть не сотнями тысяч. Миллион, говорят, с марта из России уехали, в Европу, по крайней мере. Вот. Сколько? Миллион или миллион? Около миллиона. Я слышал такую цифру. Ну, хорошо. Ну, допустим, плюс-минус, там будет считать миллион. И вот представьте себе, этот миллион садится за руль или покупает билеты на самолет или на поезд. И валом приезжает в Россию. Вы считаете, что места хватит в тюрьме? Нет. Они уже переполнены. Они уже сейчас переполнены. Вот этот миллион должен был бы вернуться в один день. Вот договориться между собой. У них же там конгресс и трали-вали. И они все обсуждают, что там делать на выборах или не надо участвовать. Договориться и приехать. Вот наши русские паспорта. Вот наши квартиры. Я бы сказал, что будет с полицией, но она обделается. Миллион нельзя арестовать. Даже тысячу очень трудно. Очень трудно. Это рекордные цифры были, когда люди выходили по поводу Навального или еще по поводу каких-то выборов. В общем, когда что-то выплескивало людей на улицу и выходило на улицу 10, 15, 20, иногда 30 тысяч в последние годы. Таких 800-тысячных, как в конце 90-х, такого не было. И вот говорили, вот рекордное число задержанных там 1200 человек по всей стране. Рекорд 1200. А представляете, что приедет в тысячу раз больше не тысяча, а миллион. Это в тысячу раз больше. Ничего не хватит. Никаких. Да и не решаться. потому что, знаете, есть такая поговорка очко-жим-жим. Извините за народную лексику. Слово очко-жим. Это же не обсценная лексика. Но учитывая, что президент говорил о резиновой попе. Ой, да еще детям маленьким. Это же знаете что? Я вот лучше я помолчу. вы сейчас где доходитесь, простите? В Риге. А? В Риге, да? Ну вот, а я в Москве. Да, может быть, я в Риге, а может быть, еще что-нибудь сказал. Ну, это что-то он пытался этой фразой передать или просто сказал, что думал, без какого-то серьезного смысла? Я не знаю. Что-то стоит? Я считаю, что когда ты говоришь с детьми, а там были совсем не дети, там были подростки лет шестнадцати-семнадцати, но там были и мелочи. Вот это сколько им там первый, второй, третий класс, я не знаю. Вот когда перед тобой малолетки, вот такие вот малолетки в школьном смысле, а не в тюремном, то надо лексику фильтровать. ну, это потеря контроля раз. Это видимо представление о себе, как всё, что я скажу, это голос Бога. Ну вот мало ли там кто чего себе позволяет, а вот я могу и всё, что я скажу, будет, как Медведев говорил, отлито в граните. Идиотская фраза, но вошла в язык. Мне страшно понравилось. Вот они отливают в граните нам, а потом им отольётся. А Дмитрий Медведев тоже отливает в граните, учитывая его активность в социальных сетях и в Телеграме в частности? Глупости он отливает, бесконечно глупости. Глупости. Он куражится, он топорщится, он пыжится. Я иногда, ну, не знаю, не каждый день, конечно, но раз-то в неделю мне попадается его очередная эскапада. Боже мой, боже мой, мне кажется, я не доктор, никакой психологической квалификации у меня нет, приборов про определение интеллекта у меня тоже нет, но мне кажется, что он чрезвычайно глупый. Потому что совершенно это ему не идёт. Знаете, есть люди, которые матерятся, и им это идёт. Даже бывают, женщины так умеют материться, ну, вот как Раневская, например. Ей как-то это шло. Это как-то у неё получалось с юмором. А есть женщины, которые ругнётся матом, это просто вызывает отвращение. попытки Медведева ругаться, ну, почти матом, они вызывают отвращение, потому что фальшиво. Фальшиво. Это не он. Это он пытается изобразить крутого. Как он когда-то, когда-то изображал вот эту ласточку, сезокрылую. И куча интеллигенции повелась на это. И верили, что вот, это вот счастье, сейчас он будет президентом ещё один срок. И я помню, как меня шокировали эти недалёкие интеллигенты, которые начали поддерживать Медведева. Хотя он был пешкой Путина. Ну, просто пешкой. Которую руками переставляют куда угодно. Я, кстати, вы знаете, что я выиграл у Познера ящик виски на этом деле? Познер Владимир Владимирович брал у меня интервью. Большое такое, целый час или больше. Оно в эфир не вышло, но это не важно. Это был десятый год. Я, вы знаете, если захотите, я найду. У меня сохранилась запись. Я могу найти как-нибудь в следующий раз показать. Он говорит, ну вот сейчас у нас президент, я говорю, скорее два. Тогда было модно слово тандем. Вот. Он говорит, да. Я говорю, вообще-то их три. Он говорит, как три. Я говорю, ну вот прошлый, Путин, Медведев, теперешний и следующий опять Путин будет. В десятом году. То есть это как раз была середина медведевского взрыва. Первый. И последний. Познер говорит, нет, нет, Путин не будет. Я говорю, будет, будет. Нет, не будет. Я говорю, навязчик виски. Познер говорит, идет. И на том мы расстались. Прошло полтора-два года, Путин снова стал президентом. Я пождал еще, пождал целый год. Потом позвонил Владимир Владимирович. А помните вот это интервью? А помните, как я сказал, что будет Путин, а вы сказали нет? Мы поспорили на ящик виски. Куда мальчика прислать? Он говорит, да. Справедливо. И в редакцию ко мне поспорили привез ящик виски. Очень хорошего. Хотя маленький, на 6 бутылочек по 0,7. Ну, очень хорошего. Вы, кстати, не пытались с Познером связаться после 24 февраля? Потому что это один из главных вопросов, которые задают в интернете. Почему молчит Владимир Познер? Не пытались у него спросить? Да, молчит, значит, не поддерживает уж во всяком случае. А что, вам про операцию чего-то непонятно? Вам нужно, чтобы каждый отметился? Тогда вы как Кремль. Кремль тоже хочет, чтобы каждый сказал «за». А вы, ну, не лично вы, но вот такие вот люди, которые домогаются Познера, они хотят, чтобы каждый лично сказал, что он против. Молчание Познера я рассчитываю как отказ в поддержке операции. Ну, вот так мне кажется, что это отказ. еще вопрос от наших зрителей. Просит вас прокомментировать тема похорон Михаила Горбачева и то, как Владимир Путин с ним попрощался накануне, он вошел в один зал. Это очень странно выглядело. И знаете, немножко отступлю. Моя мама сказала, это странно. Я вот как раз она неаполитична, но вот она мне сказала, что это выглядело очень странно. Нифига не странно. Это он и есть. Это он во всей красе. Вы вспомните, как он один идет по пустой Москве с инаугурации. То ли идет, то ли едет. Все пусто полностью. Ни одного человека. Ну, снайперы, наверное, где-то есть, но мы их не видели. Это раз. Дальше. Он в бункере сидит. Тоже мы его не видим. А когда он встречается с тем же Шойгу или с кем-то еще, между ним и Шойгу 9 метров. Вот этот стол знаменитый, который попал во все новости. Гигантский стол. Это же не из-за вируса. Из-за вируса достаточно 2 метра. А там 9. Потому что, наверное, боялся, что Шойгу кинется и зарежет, что ли, откуда я знаю. Дальше. Значит, инаугурация, когда он один. Прощание с Горбачевым, это ужасно, ужасно. В морг пришел. С букетом в морг пришел. Чертовщина. Но это тоже все-таки не новость. И я должен, хотя это, может быть, кому-то не понравится, рассказать вам про смерть Сахарова. Когда Сахаров помер, и гроб с его телом был выставлен во дворце молодежи у метро Фрунзенская, это, по-моему, Комсомольский проспект, туда два дня шли люди прощаться. Но перед этим его привезли специально в президиум Академии наук. И именно туда приехал Горбачев, положил букет и уехал. То есть тело Сахарова было доставлено для того, чтобы Горбачев с ним попрощался без помех. И тогда это было тоже шокирующее дело. Ну что же такое покойника возить туда-сюда, чтобы кто-то с ним отдельно попрощался. Но это было. Это 89-й, когда умер Сахаров. 89-й или 90-й. Я не помню. Вот. Такие дела. А теперь Горбачеву устроили такое вот прощание с президентом приватное телу. Это Россия. Значит, мы тут живём. И, в общем-то, вы тоже тут живёте, потому что ваше физическое перемещение в Прибалтику в плане вот том, о чём мы говорим, никуда вы не уехали. Вы остались тут со всеми нашими проблемами и так далее. Ну просто за вами не могут ночью прийти, а так всё то же самое. Но, если говорить о моих предках, они из староверов, они здесь с 17 века находятся примерно. Где-где? В Латвии. В Балтике? В Латгальске староверы. После Никоновского раскола. Вот оттуда идёт линия моего отца, например. Так что нельзя сказать, что к России имеют напрямую отношение именно к последнему времени. Хотя по линии матери у меня из... А я вам скажу так. Тут дело не в том, где дед родился или прадед похоронен. Если вы думаете по-русски, то вы русский. Думаю по-русски. Всё. Вот и весь ответ. Это ты не важно, кто, какого цвета кожи, какая форма носа. Ты думаешь по-русски. Ты русский. Ну что ж, спасибо вам большое, что нашли время и вышли в наш прямой эфир. Александр Минкин был с нами на прямой связи сегодня. Спасибо и всего доброго. До свидания. Спасибо. До свидания. Мы продолжаем наш...